здарова народ вчера дело вот это видео я разбор песни нирваны блю и подумал блин все-таки для восемьдесят девятого года до согласитесь 1989 год альбом bleach который записан как бы ну так скажем на любитель но это был тем более их не первый альбом он вообще по моему если не ошибаюсь записан в моно и его смотрите какая интересная получается тема то есть вот этот вот риф основной он у нас записан вообще в дроп си что для такого года такой строй то есть там потом только корн начали уже играть на семиструнных гитарах да там где строй был у них по моему если я не ошибаюсь в ля и я подумал а что если курт кобейн хотел нам сказать этой песней нечто большее нечто большее может быть вообще какой-то начать стиль может быть у него в голове вообще по-другому она играла потому что все-таки сами понимаете слушать как бы ее ну вот прям конкретно в нирване как она в блич там нужно прям вот эти вот все рифаки прям ну их нужно еще раз расслышать то есть не так просто понять именно что там играется но при этом всегда курт кобейн говорил я всегда видел в нирване два гитариста то есть не только я один на гитаре игра еще один гитарист и впоследствии они взяли еще одного гитариста на поздних записях мы можем с вами видеть второго гитариста и что я думаю если взять вот эту песню blue который они играли по моему девянос третьем году на концерте как раз все вместе вот старым гитаристом я конкретно послушал там две партии значит там с в левом канале у нас курт кобейн а в правом канале у нас как раз вот этот гитарист и и что играет вот этот гитарист когда курт кабин поет куплеты вы знаете он играет вот это вот рифак вот с таком вот стиле а сверху уже звучит голос кабина и кабин играет вот эту гитару А во втором куплете, уже они когда расходятся, вот этот гитарист постоянно играет вот этот рифак. И я думаю, а что если сделать немножечко такой репродакшн этого трека и, допустим, вот эту самую идею записать, так чистенько, это, конечно, все не будет. Нирвана, естественно, вообще даже я не соревнуюсь с этой Нирваной, просто помечтаем на тему того, а может быть Кобейн задумывал вот такой вот саунд. Давайте посмотрим, как бы это все звучало, если бы они реально вот так вот все и записали, то есть как они играли на поздних концертах вот именно четвером эту песню. Итак, премьера, обновленная песня Blue, Нирваны. Я нашел голос оригинальный, он есть, так скажем, в наличии в интернете. Думал, вначале мне придется перепеть, но коли уж, раз у нас есть голос самого Кобейна, лучше, конечно, оставим его. Итак, песня Blue, погнали. Будет интересно почитать ваши комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА